С 2020 года ужесточаются правила сдачи экзамена на права. Уже сейчас появились положения, которые будут изменены этой осенью. Какие новшества собираются вести и к чему нужно готовиться к кандидатам-водителям, рассказывает наш корреспондент. Сегодня экзамены состоят из трех этапов. Сначала курсанты сдают теорию, затем вождение по площадке и только потом езду по городским улицам. С 2020 года практическую часть собираются объединить. Этапов станет только два, а площадки не будет. Площадка сама по себе с теми элементами, шесть элементов, которые отрабатывали по первоначальному обучению, остается. Но на сдачу экзаменов ГИБДД этот элемент, сама площадка, не выносится. По сути, курсанту придется проявить те же навыки, что и раньше. Только упор теперь начнут делать на вождение в городской среде. Причем инструкторы не смогут готовить учеников по экзаменационным маршрутам. Их перестанут разрабатывать заранее. Нечего греха таить. До сего момента школы подстраивались под эти экзаменационные маршруты и, соответственно, обучали, чтобы иметь высокую вероятность сдачи. Как считают эксперты, к таким изменениям большая часть школ пока не готова. Возможно, осенью часть из них сможет закрыться. Чтобы не бросать свои деньги на ветер, к выбору учреждения нужно подходить с умом. Мы уже проработали проект этих документов. Мы уже начали по ним работать. У нас уже в экзаменационные билеты внесены все вот эти изменения. И наши ученики сдают уже в ГИБДД, как правило, по той же версии, которая в ГАИ имеется уже на сегодняшний день с изменениями. О необходимости грамотного выбора школы говорят и инспекторы ГИБДД. В Твери насчитывается более 20 автошкол, которые готовы принимать учеников, но не все из них смогут оказать должную услугу. При выборе автошкол необходимо выращать внимание, что в автошколе должно быть лицензия, заключение в соответствии с учебной материальной базой установленной требования и образовательной программы подготовки. В программе автошколы обязательно должны быть выделены часы на изучение теоретической и практической частей. Завершив курс теории, курсант должен знать ПДД, основу оказания первой медицинской помощи, а также быть знакомым с устройством автомобиля и принципами обслуживания транспортных средств.